Ну и запись пошла для всех. Так, приветик, ребята. Начинаем сразу повод наш, который мы собрались сегодня. Круизный вебинар или круизная зарядка, кто как это назвал, но мы сегодня говорим о нашем будущем празднике. Это 10 лет нашему сообществу и наше празднование. Мы придумали, что в этот раз мы каждый раз празднуем где-то в особом месте, где-то организовываем прекрасное времяпровождение вместе. Это не всегда даже один день, это зачастую еще несколько дней у нас празднования. Собираемся мы со всеми участниками, которые приезжают на праздник из разных уголков мира. И естественно, что за один день не справиться, за один день не напраздноваться. И в этот раз нам 10 лет. Это юбилей. И мы придумали сделать праздник в теплом, солнечном месте и, конечно, в неимоверно райских Карибах. Это то место на планете, где действительно просто это райское место. И там всегда хорошо. Однажды я уже была на Карибских островах. Их там, по-моему, около 50 и какую-то часть, по-моему, 8, ну где-то в районе 8 островов мы уже посетили. И это были самые запоминающиеся впечатления путешествия и самые такие впечатляющие места, которые просто в памяти навсегда. И порой, если даже сравнивать Карибы и Мальдивы, я за Карибы. Конечно, это абсолютно два разных курорта и два разных типа курортов, но я даже за Карибы. Тем более, там есть очень крутая возможность путешествовать круизным лайнером. И в этом есть особое преимущество. Поэтому мы выбрали это место и такой маршрут для празднования нашего юбилея. Десять лет. Мы уже ха-ха-ха. Десять лет. Значит, уже выбран маршрут, уже выбраны острова, которые мы будем с вами посещать. Теперь осталось только лишь каждому определиться, кто едет, с кем он едет. И решить все организационные вопросы подготовки, которые необходимы. То есть все вопросы, которые нужно решить. Что вам сейчас я расскажу? Значит, давайте первое тогда. Я сейчас покажу картинку, куда мы пребываем. Так, секунду. И где, куда нужно лететь. На Карибы прилетаем с самолетом. Значит, мы стартуем. Так, открываю галерею. Сейчас, секунду. И показываю, где мы с вами будем. Так, что только что открывала. Тот остров, куда мы прилетаем. И вы сразу можете подготовить сейчас свои вопросы по поводу, как добираться, как прилетать. Так. Есть. Вот она. Первая картинка. Думаю, вы видите. Этот остров, вот мы с вами прилетаем сюда. И отсюда мы будем и отправляться. То есть отсюда будет отходить наш лайнер. И обратно сюда он сделает круг по островам. И сюда же он и придет. То есть мы прилетим с самолетом на этот остров. И мы улетаем тоже с этого острова. Теперь покажу вам маршрут, по которому мы будем идти. Сейчас тоже. Секунду. Фото. Открываю. Наш маршрут. Вот наш маршрут. Думаю, вы картинку тоже уже видите. Значит, мы прибываем. То есть стартуем и назад тоже прибываем в Форт-де-Франц. Это город. Это столица Мартиники. Это остров Кариб. Один из островов. Это французский остров. И это наш порт отправки и наш порт прибытия. Это будет у нас начало. Мы стартуем 14 января. Это суббота. Помним же мы, что наш праздник 15 января всегда мы празднуем. Поэтому мы заранее, вот заблаговременно, 14 января все прилетаем в пункт назначения, откуда мы отправляемся. У нас будет целый день, то есть до 23 часов мы можем погрузиться на лайнер. Ну, наверное, не до 23, там, по-моему, за несколько часов до отплытия закрывается посадка. Ну, то есть примерно до вечера точно мы можем погрузиться на лайнер, то есть делать чек-ин. Это порт, то есть все происходит по типу, как в аэропорту, только ты проходишь чек-ин, ты сдаешь багаж, но только ты потом попадаешь сразу в терминал, вот как в аэропорту, только в круизный терминал, и ты по нему попадаешь сразу в корабль. Вот, это будет у нас 14 января 2023 года, следующий год, и, соответственно, в этот день все погрузились на лайнер, все расположились, все очень хорошо ночь поспали, отдохнули, и на следующий день, 15 января, мы уже будем, то есть в ночь мы сразу отправляемся в путь к следующему острову, и уже 15 января мы будем с вами в Гваделупе, там в день мы можем гулять спокойно целый день, потому что, когда ты прибываешь, вот мы в 8 утра туда прибываем, мы сходим, конечно, на землю, гуляем там целый день, купаемся, ну, то есть все, весь остров в нашем распоряжении, и к вечеру мы снова возвращаемся все на лайнер, и начинается наш торжественный вечер, то есть наш день рождения, именно 15 января, вот, поэтому мы очень благополучно захватываем дату нашего праздника, и потом еще, и 16 у нас будет своя программа, и 17 января, следующий день, и 18 января мы будем, то есть мы посетим два острова 16 января, вот один остров, 17 еще один остров, каждый из этих островов, это красочное место, дальше, 18 января мы будем в море целый день, то есть мы не будем днем сходить на берег, мы будем в море, но слава богу, то есть это очень хорошо, потому что на самом лайнере есть очень много развлечений, которые нужно посетить, и когда ты, например, прибываешь к какому-то острову, то, конечно же, ты хочешь пойти на остров, ты сходишь на сушу, и потом жалеешь, что многое пропустил на лайнере, поэтому у нас еще будет специально целый день в море, когда мы сможем насладиться всем разнообразием развлечений на самом лайнере, их там предостаточно, вот, потом 19 января мы тоже будем на следующем острове, 20 января мы будем еще на следующем острове, то есть здесь прям каждый остров, что ни глянь, они выдающиеся, и 21 января мы прибываем снова на остров Мартинико, откуда мы стартуем, и там уже сходим с лайнера, и наш круиз на этом, именно на корабле, полностью осуществлен, мы уже полны впечатлений, для кого-то это будет первый круиз, он уже знает теперь, что это такое, и дальше у каждого свободная программа, или он остается еще на этом острове несколько дней, ну, во-первых, что целый день на этом острове можно еще провести, то есть можно, например, брать себе обратный билет там на 21 января, ну, на вечер, например же, что ты можешь еще на самом острове Мартинико провести время, этот остров тоже очень шикарный, или ты можешь еще несколько дней побыть, но тогда тебе нужно, ну, то есть там уже абсолютно свободная программа, так же, как и ты можешь прибыть самолетом, да, раньше, чем 14 января, и побыть несколько дней на самом острове, но предпочтительнее, наверное, все-таки после, ну, здесь как хотите, я вам сейчас расписала саму программу нашего круиза, то, что будет для всех, вот, когда мы стартуем, откуда мы стартуем, когда мы пребываем назад, и вот, вот все есть. Я сейчас открою сразу чат, если будет вопрос, ну, и также вы можете включать микрофон, задавать свой вопрос, вот я включаю микрофон, чтобы вы могли его озвучить. Теперь, по отправлению, когда мы отправляемся, как туда добраться, первое, значит, это остров Мартинико, французский остров, поэтому все, у кого есть биометрический паспорт, да, то есть украинцы, например, или все, у кого есть там другие паспорта, то есть кому не нужна виза, то свободно перелетаем рейсом, смотрим по программе, ну, то есть по доступным рейсам, которые есть. Учитывая, что это французский остров, то, естественно, что из Парижа, там, по-моему, даже по 6 перелетов в день есть на этот остров, то есть по 6 перелетов прямых рейсов есть на Мартинико. Также я точно знаю, что есть из Монреаля, это Канада, ну, и другие варианты тоже можно рассматривать. Поэтому, по тому, как добираться, для всех будет очень просто, например, кто в Европе, кто в Украине, очень просто добраться до Парижа и дальше из Парижа уже прямой рейс до Мартинико. Также из других городов тоже. Значит, сейчас я связалась с девочкой, которая занимается авиасоединением, и мы можем, когда будем выкупать, ну, кто точно знает, откуда он летит, то есть мы сможем совместно выкупать количество мест в самолете и быть все вместе вот там в одном самолете, который, например, из Парижа стартует, все вместе вылетели, вместе перелетели, и чтобы для всех было спокойно, никто ни о чем не переживал. То есть в нашей группе всегда точно есть много опытных путешественников, которые точно знают, что делать, как делать, ну, и будет все очень легко проходить. Давайте теперь вопрос по поводу того, как мы добираемся или откуда стартуем, если он есть, или, в принципе, все понятно, то есть программа понятна. По поводу того, как вам программа, я сейчас не спросила. Я уже заранее получала очень много обратной связи и ответов, что программа суперская, круиз шикарный, сам лайнер, конечно, шикарный, потому что вы уже и видео посмотрели, видео были на канале нашем Телеграм, вы уже успели посмотреть и видео, то есть я не продаю круиз, да, то есть я не продаю праздник, продавать я вам это не буду, и нахваливать, как это круто, как это классно, я тоже не буду, потому что вы это знаете, вы это уже увидели, ну, и я только лишь хочу помочь со всеми другими вопросами по поводу организации, чтобы мы уже поскорее могли выкупать этот круиз и чтобы точно места были уже за нами, потому что он действительно не резиновый, и перелет, то есть все это нужно успеть взять, чтобы и мы могли вместе лететь, да, не разными рейсами, например, а лететь вместе с самым удобным рейсом, чтобы это все было по самой лучшей цене, и все, вот, да, Галина Денисенко пишет, все понятно, все шикарно, уже снится, да, согласна, да, что здесь пишет Татьяна, что программа реально супер, уже зажигает огонь в желании внутри, да, вот, так, 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 все, значит, давайте тогда идем дальше по плану. Юлия Якуня спрашивает, а какая программа будет 15 января? Значит, по поводу программы 15 января я вам сейчас еще не скажу, вот мы сейчас с вами смотрим и решаем все вопросы относительно круиза, потому что вопросов было много, и чтобы все точно уже все знали. Ирочка, всем привет, всех приветствую. По поводу, как добираться, понятно, что лучше всего стартовать из Парижа, если, ну, не знаем откуда там или как, но в любом случае есть еще и самолеты из других городов. Ну, вот то, что касается Парижа, я смотрела Париж, потому что прямой рейс, это очень удобно, и он достаточно такой быстрый, там примерно 8 часов, а в Париж очень много, очень много лоукостов из разных точек Европы. То есть то, что касается, например, Украины, то можно достаточно просто и легко добраться в Польшу, и есть прямые эти поезда, и уже из Польши смотреть там дешевые билеты в Париж. То есть, ну, на самом деле, пусть никого это не смущает, потому что это, ну, очень... Я сейчас даже озвучу сейчас эти все цифры. Значит, все, кто у нас будет выезжать из Украины, а у нас, кстати, довольно много людей, которые будут выезжать именно из Украины в круиз, легко добраться до Варшавы, из Варшавы за 36 евро прилететь в Париж, и из Парижа прямым рейсом до Мартиники. Все. То есть путь вот такой, и по деньгам вот ровно столько получается. Так, теперь дальше идем. Давай еще озвучим стоимость, примерную стоимость перелета. Примерно из Парижа прямой рейс туда-обратно примерно 600-700 евро. Ну, вот я смотрела в гривнах, это там 23-25-1000 гривен. Да, это примерно как раз 600-700 евро получается. Даже чуть меньше. Да, ну, то есть там в зависимости, где ты смотришь, и там какой курс, ну, то есть, да, и время вылета. То есть там есть несколько вариантов, там 6 рейсов, по-моему, в этот день, то есть там тоже оно вылета, варьируется от этой суммы, какой ты выбираешь себе. Ну, нужно понимать, что чем позже. Там 6 рейсов, 3 авиакомпании. То есть туда летает аж 3 авиакомпании. То есть понимаем, насколько это очень крутое, популярное место. Однажды, когда мы, пару лет назад, когда мы были в Сент-Тропе, мы там были аж целый месяц, и мы там разнакомились с многими людьми и с гидами местными. И нам там посчастливилось познакомиться с девушкой Татьяной, которая была местным гидом. Она долго уже жила в Сент-Тропе, Франции. И она рассказывала о том, что для всех французов Мартиника это особый курорт, и они все туда обязательно летают. И потом, и сейчас действительно я убедилась в том, что 6 рейсов в день, 3 авиакомпании, поэтому это очень для них крутое место. И она там когда-то была, тоже показывала мне фотки и впечатления. Я на этом острове еще не была, он будет для меня новым. Но я точно знаю. Да, они считают, вот мне сейчас Саша подсказывает, да, то есть французы считают столицу Мартиники, вот этот город, куда мы прилетаем и откуда будем отправляться, вторым Парижем. Поэтому вот такой у нас маршрут, откуда мы стартуем, откуда мы отправляемся. По деньгам. Значит, дорога, что касается по деньгам. Рейс, еще раз, выписывайтесь, а где-то помечайте, чтобы вы могли рассчитывать свои финансы. Значит, рейс примерно 600-700 евро. Это туда-обратно, на человека, на взрослого, с Парижа, прямой рейс. До Парижа каждый смотрит, как забраться. Вот из Украины путь, ты до Варшавы доехал, там машиной, поездом, другой любой вариант тоже. Из Варшавы билет стоит 36 евро до Парижа, все, и из Парижа еще примерно 600 евро. Это туда-обратно. Вот. Теперь дальше. Кто у нас будет лететь из России? Значит, вам необходима виза. Я разговаривала с ребятами вот из круизного агентства, там есть какая-то специальная французская островная виза, которую делать намного легче, намного проще, чем просто визу Шенген. Вам нужно обратиться в посольство и оформлять себе именно такую визу. Значит, из списка людей, вот все россияне, которые будут в списке, пока, честно скажу, мало в списке, кто подался из россиян. Ребята, я знаю, что вы потом включитесь и будете в последний момент бегать, суетиться. Пожалуйста, подайте списки, кто желает ехать, кто намерен ехать, чтобы дальше мы с вами более конкретно ввели уже этот разговор по визе, кому необходимо, то есть все эти моменты. Там специальная французская островная виза, это мне сказали в агентстве, которую оформлять намного проще. Так что отдельно мы с вами можем еще отдельно проговорить с каждым, кто будет ехать, именно по визе. Все, то есть проблем нет никаких. Теперь как вам добираться? Вам нужно будет сделать, ну, в принципе, как и украинцам, с несколькими пересадками. Только у вас пересадки тогда будут в Стамбуле вместо Варшавы. И из Парижа вы также летите прямым рейсом. Все, то есть вам нужно добраться до Стамбула. В принципе, из разных городов России летают самолеты Стамбул. Вы тоже себе легко можете промониторить. И дальше из Стамбула летите до Варшавы, вот вы, извините, нет, до Парижа. А из Парижа также прямой рейс на Мартинику. Значит, нужна ли виза, да, вот Олег пишет, что нужна виза по прибытию. Нет, вы будете там транзитом. То есть если вы транзитом, то виза не нужна. Если вы захотите выйти в Париже, и у вас не будет визы, вас просто не выпустят из аэропорта. Все. То есть если вы захотите, конечно, выйти, то делайте себе обычную шенгенскую визу, чтобы погулять еще в Париже. Но для транзита виза не нужна. Только лишь с недавних пор в Лондоне нельзя уже по транзиту быть без визы. То есть очень долгое время. Всегда каждый мог, когда летит через Лондон, потому что аэропорт Хитроу, это, по-моему, Дубай уже обогнал его. Это был самый популярный аэропорт в мире. Больше всего там было рейсов. И всегда через Лондон летали все. Там было удобно. А после ковида они сделали ограничение, что теперь даже транзитом просто нельзя полететь, если у тебя нет визы. Потому что Британия – это не Евросоюз. А через Евроцезону можно. Поэтому вам, Шенгенская, не нужна виза, чтобы сделать пересадку в Париже. А нужна просто островная. Такую информацию мне дали девочки из круизного агентства. В принципе, я доверяю их информации и передаю вам. Но вам нужно все это узнать в посольстве, когда вы будете подавать документы. Или просто возьмите завтра и позвоните. И скажите, что я отправляюсь в круиз по Карибам. Я буду стартовать из острова Мартиника. Что мне нужно, чтобы получить эту островную визу и уточнить у них по поводу пересадки? Все, обратитесь в посольство Франции, в России, и они вам предоставят всю полностью информацию. Окей? Вот. То есть, на самом деле, для того, чтобы все узнать, нужно спросить, и потом ты все будешь знать. Да, Юль, привет. Привет всем. Я сегодня звонила по поводу визы, узнавала. Да, мне сказали, что нужна французская виза. Вот. И если у вас есть уже отпечатки пальцев, то есть, если вы ранее сдавали, то вы просто подаете документы, и они там, агентства сами все делают за вас. Сами едут в Москву, подают там все документы. Шикарно. Шикарно. То есть, ты просто все подал копии документов своих, передал агентству, и они все делают шикарно. Ребят, все супер получается. Времени на это еще достаточно много. Значит, смотрите, какой может быть еще вариант. Значит, кто переживает по поводу визы. Это, опять-таки, у нас тоже был такой опыт, например. И сегодня мне тоже девочки из агентства круизного это говорили. То есть, вы можете уже выкупить круиз, выкупить уже его перед подачей на визу. Дальше круизное агентство вам высылает, ну, круизная компания, агентство, да, высылают вам приглашение, и вы с этим приглашением идете на подачу визы. И тогда у них не будет никаких, в принципе, оснований, чтобы вам отказать в визе. То есть, все, вы уже выкупили круиз, то есть, под круиз очень легко даются визы. Это тоже не секрет для всех. Тем более, вы будете брать вот эту специальную островную визу, и тем более, будет у вас на руках уже круиз выкупленный, и у вас будет приглашение, потому что, как бы, для визы необходимо основание. И у вас уже будет приглашение от круизной компании. И все, и вы с этим приглашением посоветуйтесь с вашими, ну, то есть, вы по-любому, когда раньше уже подавались на визы, вы через кого-то это делали, вот с агентством, да, которые это делают ребята в России, и посоветуйтесь с ними. Или вы просто будете уже подавать документ на визу, но тогда учитывайте, что вы, когда будете ждать визу, уже круизы могут закончиться, ну, реально. То есть, мы сейчас с вами еще обговорим каюты, кто в каких каютах себя будет выбирать. Вот, ну, подумайте этот вариант. Может быть, тогда целесообразно выкупить круиз и уже с приглашением подаваться на визу. Вот, так что, значит, по тому варианту, как добраться. Очень легко добраться. Ну, в принципе, простой квест, очень простой, как добраться. По деньгам разумный. Я думала, будет дороже реально, но разумный, разумная цена перелета. И теперь визы, там все эти документы, тоже все в рамках, ну, в пределах очень разумного, как сделать визу всем и полететь. Так, вопросы? Вот, Олег дополняет, что для визы нужно выкупать круиз и купить билеты туда-обратно, а потом подавать на визу. Ну, есть много вариантов. Можно билеты забронировать, можно уже выкупить. Ну, то есть, кто как подается, ну, чтобы наверняка, конечно, то уже лучше все выкупить, и тогда, ну, не остается никакого основания, чтобы вам не дать эту визу. То есть, они понимают, что вы реально летите в круиз. Они могут там дать, знаете, там, ну, чтобы точно они знали, что вы, там, будете именно в круизе, там, на этот срок, на этот период, там, ну, все. Ну, то есть, вы предупреждаете, главное, когда вы будете подавать документы, вы предупреждаете, что вы, там, будете делать пересадку, например, в Париже, да, то есть, они там могут поставить, например, вам, там, какой-то одноразовый шенген еще, или, там, точнее, двухразовый шенген. Может быть, вы сможете еще выйти и в Париже. То есть эти все варианты обсудите в посольстве при подаче, ну и с агентствами, через которых вы будете подавать. То есть это несложно, ребят. На самом деле, я помню, когда мы получали американскую визу, я же знаю, как всех пугают этой американской визой, как все там этот. У нас все прошло, знаете, просто налегке, и когда мне сейчас говорят, типа, да, американская виза, да там что-то еще, ну ничего там нет сложного. Просто есть четкий регламент, как делать. Просто иди подниму, и все будет. Ну и все, ты достигнешь результата. Ну и спрашивай, и всегда интересуйся, уточняй, и потом тебе будет все понятно, и не будет никаких сложностей. Так, Лиля, ты тянешь руку. Привет. Давай, вопрос у тебя, возможно. Лилия Грицко, включай микрофон. Нет? Так, может быть, ты случайно тогда подняла руку. Так, что здесь? Так. Что здесь Олег пишет? Ну, какая цена примерно? Да, примерно вот такая цена. Я реально думала, будет больше цена. Ну, вот такая она есть. Так, значит, по тому, как добраться, вроде бы все понятно. Что-то мы слишком долго этот вопрос растянули, но зато уже вроде бы все обговорили, мы потом эту запись сохраним, и всем дадим прослушать еще, и можно будет переслушать снова. Все, идем дальше, да? Как включить микрофон, Лиля спрашивает. Лиля, нажми на микрофончик. У тебя внизу будут панели, вот где микрофон, там будет видео, камера, микрофон нарисован. Посвайпай немножко вправо-влево. Ты включила, говори теперь. Привет. Здравствуйте. Ирочка, пожалуйста. У меня у мужа 19 февраля заканчивается паспорт, и нельзя никак продлить, только надо домой ехать, а он домой не поедет. Можно там полтора месяца у него как бы до конца паспорт? Да, мы уже обговаривали этот вопрос, да, Вера спрашивала уже. Я уточнила, конечно, у девочек из агентства, они сказали, нет, никак. То есть это обязательное правило, условие для всех путешественников, что у тебя должен быть паспорт хотя бы 6 месяцев, еще действителен после даты окончания твоего путешествия. Вот это очень важно. То есть если у него в феврале он заканчивается, то это никак не 6 месяцев. То есть тут даже месяца нет, поэтому, ну, знаешь, можно, конечно, еще, я еще раз этот вопрос попробую поднять с ними, да, учит, ну, не знаю даже, как его можно будет провернуть. Это нам нужно тогда всем вместе какие-то силы природы включить. Нашу магию. Давайте вместе все начнем швиячить, чтобы как-то это провернулось. Или чтобы у вас провернулась возможность как-то этот паспорт сделать быстро в консульстве. Вот это нам, как бы провернулось, потому что здесь консульство и можно сделать, но как бы очередь, ну, что-то, ну, хорошо. Нет, Лидичка, смотри, очередь, это дело такое. Значит, как делать очередь? Значит, ты обращаешься в группы, ну, мы потом с тобой отдельно обговорим, ну, может быть, еще всем пригодится. Пишешь в группы, обращаешься и спрашиваешь, у кого там на завтра есть запись. То есть очень, ну, это вообще сплошь и рядом ситуация, когда люди, имея запись, они не приходят на эту запись. То есть и в день, например, там записано 15 человек, но приходит 10. То есть по-любому кто-то не приходит. И я часто встречаю в группах разных, сейчас я там в группе, там, живем в Словении, например, и когда вот люди говорят, что они друг другу передают, так сказать, запись. То есть там же всего лишь, значит, вам нужно там на подачу, например, полчаса, выделен там на каждого посетителя в консульстве. Вы спрашиваете, кто идет, ну, у кого есть запись на ближайшее время, мы можем поменяться, да, то есть, и таким образом можно найти. Также поедьте в само консульство, и их там штурмуйте, и прям не давайте им прохода, и выбейте себе запись на вот-вот-вот-вот, и выбейте у них этот паспорт. Потому что я знаю повод в вашей семье, какой будет еще один, да, помимо нашего празднования, и нужно, чтобы вся ваша семья точно была в этом круизе. Вы отпраздноваете и свой семейный праздник, ну, и наш общий семейный праздник еще, ну, и все вместе очень круто проведете время, потому что незабываемое, это незабываемое путешествие. Карибы на крутом лайнере с крутой компанией, ну, ты нигде так больше времени проведешь, никогда. То есть все, это тот шанс, за который нужно хвататься, и поэтому делайте все возможное и невозможное, чтобы продлить ему паспорт, сделать новый паспорт. Вот, так что держайте. Все делаем. Спасибо большое. Да. До свидания всем. Ирина, добрый вечер. Да, Олег, привет. Сколько получается в среднем, вот, получается, у нас на 7 дней выходит, в среднем где-то круиз выходит по цене. Стоимость, да? У нас будет 8 дней, это 7 ночей полных. Стоимость уже известна. Вот написано, Галина Денисенко ее сбросила сейчас в чат, да? Вот сейчас прям здесь выше чуть пролесните. Давайте я еще раз его продублирую для всех. Вот, значит, стоимость вот такая, в зависимости от выбора каюты. Значит, если ты выбираешь каюту внутреннюю без окна на двое, тут целая каюта, это размещение 2 человека. Это 1078 евро. Дальше, если каюта с окном, то это 1278 евро, и если это каюта с балконом, то 1578 евро. Это за двоих, за все 8 дней. И еще плюс 140 евро чаевых. Значит, сейчас именно, что нужно оплачивать? Нужно оплачивать только сам круиз. Значит, 140 евро чаевых оплачиваешь на самом лайнере уже потом. Вот. Теперь, что входит в еда? Значит, входит все, ну вот я так даже писала, по-моему, Юле, да, все, кроме алкогольных напитков, ну и там еще чего-то. Ну, алкогольных напитков и таких там напитков, которые там в баре, там коктейли, еще там какое-то такое. То есть еда вся входит. Завтрак, обед, ужин. Там круглосуточная еда до двух ночи с самого утра. Это и шведская линия Тибей. Там есть рестораны а-ля карт, где ты можешь ужинать, например. То есть еда абсолютно вся включена. Вся включена еда. Вот ты на лайнере можешь кушать, вот где ты видишь, да, вот где, ну, будет указано, да, то есть в зависимости от того, то есть там есть много ресторанов, где ты можешь ужинать, да, там завтракать, обедать, ну и тебе будет написано, да, в каком именно ресторане ты кушаешь. Вот. И также там есть общая еще такая, как общая шведская линия. Она просто для всех-всех. Вот, то есть еда дальше. Это твое полностью там пребывание утром-ночью. Ты можешь быть на лайнере, ты можешь сходить на берег, ты можешь не сходить на берег, как хочешь. Вот, то есть развлечения, которые есть на лайнере, это там бассейны, горки, ну, то есть все эти развлечения, которые не требуют там дополнительной какой-то платы. Ну, может быть, там ты боулинг захочешь, да, там, ну, там за дополнительную плату там или еще там. Ну, а так все, там анимация, то есть музыка, театры, что там еще? Казино. Казино, разные музыкальные зоны. Музыкальные зоны, да. Развлечения. Хочешь там, слушаешь классическую музыку, живую. Хочешь кантри, хочешь рок, хочешь поп-музыку, хочешь, играешь там, по-моему, бильярд был. Бутики. Ну, спортивный зал, что там еще. Педажерный зал. Сау, что там еще было. Концертный зал, даже два, по-моему. Зона отдыха на палубе, на разных этажах палубы. С бассейнами с подогревом. Бассейны джакузи. Какие-то небольшие горки там, по-моему, тоже были. В общем, развлечений. И я вам скажу, что мы вот когда были на той же фирме лайнере в круизе, то были моменты, что мы там не пересекались вообще сутками друг с другом, потому что он такой огромный, что вот, например, там люди все равно делились на какие-то компании, как-то там расходились и занимались, кто чем хотел. Мы могли там один раз в сутки где-то, ну, за обедом там или за ужином увиделись, о, привет-привет, а потом уже каждый по своей программе или наоборот там целыми компаниями. Вообще здорово. Ира, я хочу спросить, я что-то забыла, а вот эти сборы морские там какие-то, они входят уже в стоимость или там отдельно оно идет? Портовые сборы, да. Да. То есть они уже включены, ты только лишь на корабле доплачиваешь вот эти чаевые 140 евро с каюты, то есть это с человека по 70 евро. Окей. А теперь еще вопрос про детей нужно уточнить, потому что там тоже была информация, что есть какая-то другая цена для детей, которые... Да, сейчас, подожди, к детям мы перейдем, секундочку. А, вот видите, хороший вопрос. Да, к детям перейдем, у кого будут дети, то мы поговорим потом еще отдельно, сейчас в общем я скажу. Значит, сейчас тут вопрос еще о Wi-Fi. Да, за Wi-Fi нужно доплачивать. Да, вот Наташа спросила, да, интернет есть на лайнере, довольно хороший. Я на лайнере и проводила всегда и вебинары, и заливала видео. Да, он есть, он хороший, мобильного там нет интернета, только вот лайнерский, так сказать, и за него нужно доплачивать. Но сколько доплачивать, там была адекватная абсолютно цена, там можно брать, знаете, как на несколько человек, то есть там берешь какой-то там пакет, да, там, например, на четыре устройства, и вы там раскинули, то есть там один кодик ввели, там, мне, тебе, тебе, то есть на четыре человека раскинули, то есть по деньгам там получается очень все доступно. Вот, не переживайте по поводу интернета, есть он там хороший, доплатил, и все. Там тоже, там, как сказать, все на лайнере. Вот, это потом, перед самим выездом, мы эти все вопросы организационные тоже, ну, я уже три раза была в круизах, и там есть такие моменты, которые мы тоже с вами потом обговорим, и тоже кто был, и кто же кто что знает, знаете, чтобы ты был точно подготовленный. Сейчас мы больше, давайте, обговорим именно о самой поездке, и как каждому принять решение, решиться на эту поездку, ни о чем не переживая. Значит, по деньгам все вроде бы решено, но все указано, в зависимости от типа каюты, которую ты хочешь выбрать, столько и плачешь. Теперь я скажу по своему личному опыту, конечно, каюта с балконом в этом варианте, она шикарная, потому что ты будешь в теплом месте, ты будешь в лете, то есть ты можешь всю ночь быть, и утро ты просыпаешься с открытым балконом, ты, ну, все, то есть это вот балкон, ты в море, причем в теплом море, в теплом климате, и, то есть тут разница между каютой с балконом и каютой вот без окна, она не столь прям уж такая вот существенная, поэтому я рекомендую лично от себя, конечно, каюту с балконом. Дальше смотрите по себе, значит, каюта без окна, что в ней? Когда-то мы один круиз выкупали, вот прям сегодня на завтра, мы когда-то были вместе с детьми в Новый год в круизе, и нам нужно было две каюты по соседству обязательно, потому что мы еще были с малыми, ну, и вот сегодня на завтра, это и в новогоднюю ночь, это были только лишь варианты кают без окна. Я очень сильно сопротивлялась, не хотела, и так далее, но варианта не оставалось, и в принципе каюта, ну, вот, да, просто что там искусственное освещение, вот, поэтому кто вдруг не будет тянуть на каюту там с балконом, я вам хочу сказать, что и каюта внутренняя без окна, там все так же, хорошее внутреннее оснащение, там такая же удобная, классная кровать, там все-все-все вот, но просто что нет у тебя выхода, да, то есть каюта, например, с тем же окном, ну, чуть-чуть у тебя открывается освещение, окно не, ну, пропускает свет дневной, да, окно не открывается, вот, поэтому если, ну, знаете, как типа средняя, да, то есть уже или берешь самую-самую топовую каюту, ну, или там берешь ту, которую там по деньгам получается у тебя, а остальное там остается тебе, вот, так что предпочтительно, конечно, это каюта с балконом, потому что ты на Карибах, и у тебя всегда с твоей каюты будет доступ на улицу, и ты, что? Да, в прекрасном море, такого неимоверно, красивого цвета. Так, теперь, значит, что еще? Питание, вы здесь спрашиваете, будет только на лайнере, а на островах будет или не будет? Олег, мы покупаем круиз на лайнере, и питание, все, что есть на лайнере, все ты можешь кушать. Когда ты выходишь на остров, то ты кушаешь на острове что-то, вот, или не кушаешь. И все. То есть, если ты кушаешь на острове, ты там покупаешь эту еду, вот, или ты можешь по возвращению на лайнер кушать на лайнере. То есть, вся еда, она на лайнере. Вот, да, завтрак у тебя плотный, перекус ты на острове, что-то там перекусим за свой счет, а потом ты вернулся на лайнер, и кушаешь до двух ночи. То есть, за целый день ты не умрешь с голодом, так уж точно. Поэтому не переживайте по поводу еды. Это вообще самое малое, за что нужно переживать. Голодными никто не будет. Вот. А под конец лайнера, под конец круиза уже вообще все будут говорить, о, опять еда. Вот. Так. Я вам поставила вот картинку следующую. То есть, вот здесь, на каком, это картинка из острова Мартиника, по-моему. Вот. И на каком, на каждом из таких островов мы будем так лежать в этих волнах, на белоснежном песочке. Волны будут так тебя нежненько обнимать, и ты будешь еще лежать в тени под пальмой, потягивать немножко кокосовое молоко прямо с этой пальмы. Ну и все. И у каждого будут фотки вот в таком шикарном виде. Ну, кто когда-то, когда я опубликовала фотки из наших круизов, вы видели, да, мне периодически они попадаются, но это, это что-то несравнимое реально ни с чем. Так что теперь у каждого будут вот такие фотки, вот такие видео, вот такие тиктоки, вот такие рилсы в инстаграм. Ну, и это будет вообще память на всю жизнь. Нравится? Кто себя там уже представил? Специально такая картинка, и вот, вот здесь ты. Визуализируй. Будем брать еще квадрокоптер, снимать видео с квадрокоптером. Да, вообще, представляете себе, как там будет? Ну, давайте покажу еще одну картинку, что следующая картинка. Мне нравится. Где? Где они у меня? Вот, Антигуа, конечно. И вот такой райский остров тоже мы посетим. Ой, точнее, посетим. Ну, и абсолютно каждый остров, который там есть, он шикарен. Да, Таня пишет, я прям ощутила, конечно, ощутила. Вот. Да, 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 Маша, давай, выкладывай такую картинку обязательно. Алмазкой своей. Так, идем дальше. Что дальше по программе нашей? Значит, цена круиза есть у нас уже, цена перелета, она тоже уже, понятно, известно. Дальше. Размещение по каютам. Размещение по два человека. То есть, обязательно ищите себе пару, с кем вы. То есть, если вы с кем-то из своих летите, отлично, да, с кем-то из семьи. Или ищите себе пару, чтобы вы точно были по парам. То есть, одному в каюте быть нельзя. Ну, то есть, можно, конечно, но ты тогда плачешь, как за двоих. Кто хочет быть один в каюте? Без проблем. Ну, вот, ты платишь, ну, за целую каюту. Ищите себе пару. Вот Юля ищет себе пару, да, то есть, обязательно, чтобы вы были по парам. Теперь, что касается детей. Дети в круизы, конечно, им тоже можно. За детей идет доплатка, там, портовые сборы, ну, то есть, там, какая-то небольшая часть еще. то есть, дети до 18 лет. Если, например, ты один, и с тобой еще ребенок, и вы вдвоем в каюте, то все равно оплата происходит как за двоих взрослых. Вот. Если, например, вы летите вдвоем, да, то есть пара, например, папа, мама и ребенок, тогда есть такой вариант размещения, как два взрослых и один ребенок. И там, сейчас секундочку, и там есть свои цены. Я вам даже их сейчас сброшу. Так. Да, вот два взрослых, если и один ребенок. Вот, я вам сброшу цены, которые есть. Да, есть. Вот. Все, то есть если ты один взрослый и один ребенок, вы вдвоем в каюте, это цена, ну, то есть цена идет за целую каюту. Вот. Если, ну, ты можешь там быть или один, или один с ребенком, но ты тогда оплачиваешь все равно целую каюту. Если вы вдвоем в каюте и еще один ребенок, там дополнительное диспальное место, то круиз, идет оплата только лишь за обязательные там портовые сборы, которые там отчисляются. Вот. То есть это идет небольшая доплата. Вот. Вот такая цена. Тогда будет получаться, что 1918 евро, если каюта с балконом. Если вот без окна, то 1378 и 210 евро, чай вы. Вот информация. Дальше. Также может быть вариант, если два взрослых и двое детей, и вы размещаетесь тоже в одной каюте. Вот. Я вам сброшу тоже эту стоимость. Вот она в чате. Сохраняйте себе сейчас. И смотрите, это сейчас идет за одну каюту, что два взрослых и двое детей в одной каюте. Вот. То есть вот такое вот размещение. Все про детей. А, еще обязательно про детей. Если, например, мама путешествует с ребенком без папы, например, да, то помните о том, что чтобы там выехать, уехать, необходимо сходить там предварительно к нотариусу и сделать разрешение, да, то есть его могут спросить у вас при посадке на самолет, ну, когда вы будете выезжать, например, из страны обязательно, да, ну, и потом вдруг, ну, чтобы оно у вас было. Тем более, у нас там был вариант, что бабушка хочет поехать, а, доверенность, да, доверенность, вот. Бабушка хочет поехать там с внуками, по-моему, если Света там едет, то тебе обязательно, чтобы сделали родители доверенность, то есть это обязательное условие для любых абсолютно путешествий, что эта доверенность должна быть, и поэтому вы тоже себе заранее, это делается быстро, там, 15 минут у любого нотариуса, также, например, если, ну, это можно сделать еще в консульстве, то есть, если вы не в Украине, например, это можно сделать в консульстве, или наоборот, там, там, папа в Украине, так, то он делает у себя там, и просто потом он делает у себя там у нотариуса, и потом передает вам, и мама уже из Европы летит с ребенком, или, ну, то есть, или в консульстве, например, если вы не в Украине, вот. Так что по детям, в принципе, вот такой вариант. Теперь, а, еще, ну, тут спрашивали, что дополнительное, помимо оплаты круиза, да, вот здесь спрашивала Наташа, ну, значит, ты оплачиваешь круиз, ты оплачиваешь авиаперелет, ты потом, что тебе еще необходимо, какие расходы, это на борту ты оплачиваешь чаевые, интернет, дринк-пакет ты себе там можешь взять, ну, чтобы у тебя там были разные коктейли, там еще чего, вот он тоже там стоит совсем чуть-чуть, ну, то есть это можно взять, это потом мы уже перед, то есть ты это можешь взять там или уже в самом круизе, когда ты там будешь, или вот перед ним ты можешь себе его взять, вот, ну, и днем, когда ты будешь сходить на остров, то есть, например, можно гулять пешком, можно составлять себе программу ехать там, такси, например, да, куда-то там ехать подальше, ну, то есть все твои развлечения на острове, потом какие у тебя будут, за какие нужно доплачивать, это уже, ну, то есть гуляй фантазия, но также можно выходить и без денег абсолютно на остров и получать море удовольствия, море, оно для всех, песок, пальмы, солнце, воздух, фотки, то есть все для тебя абсолютно, то есть иногда там даже и не нужны деньги, если ты там хочешь что-то покупать, там что-то везти, и покупать, вот, то ты уже рассчитываешь там на себя, а теперь по поводу валюты, какая ходит там, мы всегда там были с долларами, и доллары, евро, вам нужно будет заранее просто их, желательно мелкие какие-то себе наменять, также можно будет покупать себе там дополнительно какие-то экскурсии, поездки, например, на каждом из островов, например, будет там что-то интересное, куда можно поехать, да, снорклинг, например, там поплавать, обязательно, то есть все это, ласты, маска, бери с собой, плавай, смотри, это все для всех открыто, если ты хочешь поплыть там куда-то на маленьком катере, да, ты договариваешься, выкупаешь, в общем, мы потом точно придумаем себе еще дополнительные досуги, помним, да, как мы в том году круто катались, и на джетски этих, да, то есть в Дубае, когда мы были, как мы круто придумали себе еще кораблик дополнительно, то есть мы потом все это организуемся по ходу, и сможем все себе сделать, сейчас, ой, Виктор, вы включили микрофон, привет, нет, все, выключил, хорошо, то есть об этом всем, то есть будет все время, значит, какие деньги нужны прямо сейчас, сколько, значит, это выкупить круиз, значит, мы будем выкупать его, ну, вот прям на днях, поэтому я уже получила от кого предварительные списки, и мы, то есть кто точно едет, кто точно для себя решил, что он едет, еще раз дайте точный, точный список своим топом, лучше даже напишите мне, давайте, чтобы было быстрее, вы можете мне прямо написать в Телеграм, вот, я вам пишу свой Телеграм, да, Ирина Слевченко, и будем выкупать уже предварительно, то есть первыми, кто вот первый, потом мы будем докупать, оплачивать вы сможете со своих карточек, то есть, ну, потом девочки из агентства с вами свяжутся, выставят вам счет, да, то есть там скажут, как оплатить, вы оплачиваете, теперь у кого российские карточки, они у вас не работают на оплату, значит, что я уже подумала по этому варианту, мы сможем это сделать там через крипто как-то, в общем, кто будет оплачивать из России, да, то есть, вы аккумулируете средства себе там в криптовалюте, да, у нас есть прекрасный инструмент Money Storage, скидываете на Money Storage, и я помогу вам совершить эту оплату, то есть, этот вопрос мы тоже решим, поэтому не переживайте, вот, что еще, давайте теперь ваши вопросы, а то я рассказываю, рассказываю, может, что-то не то рассказываю, что вас интересует, может, что-то интересует другое, а может быть, и то рассказываю, ну, я, это я так шучу, я знаю уже, что рассказываю, то-то, а теперь, как происходит на самом лайнере, то есть, на лайнере вы с деньгами не ходите, у каждого там будет карточка, то есть, когда ты делаешь чек-ин на лайнер, у тебя такая карточка, как в отеле, как карточка от номера, на ней там будет твое имя, все-все-все, да, там, данные твои, да, то есть, каюта, вот, и ты просто кладешь деньги на эту карточку, то есть, ты кругом ходишь на лайнере, рассчитываешься на этой карточке, если тебе что-то нужно оплатить, потому что на лайнере есть дьюти-фри, там очень, ну, можно очень выгодно покупать украшения, часы, там, всякое-всякое-всякое такое другое, то есть, многие люди, я знаю даже таких людей, я таких встречала по карибам, потому что именно там вообще там какая-то супер-супер зона, что люди специально отправлялись в круизы, чтобы покупать там, ну, бриллианты, алмазы, ну, и всякое другое, там, часы, ну, и все другое, то есть, на самом лайнере, все, что вы захотите купить для себя лично, вы, ну, то есть, все записывается как на ваш счет, на вашу вот эту круизную карту, и все, то есть, поэтому, там вам не нужно будет в карманах носить деньги, там, переживать, что ты там можешь, там, за кошельки свои переживать, или там еще за что-то, что вдруг ты там в аквапарке, например, там где-то его оставить, или там будешь ты на дискотеке, да, потому что там и дискотеки, и клубы, вечеринки, казино, все-все-все там у тебя есть, то есть, все по твоей круизной карте. Вот, так, что еще вам показать? Значит, маршрут я показала, значит, еще есть вариант, вот я вам показала на 8 дней, и также есть вариант на 15 дней, каждый может выбрать для себя, что он хочет, 8 или 15, значит, если мы стартуем на 8 дней, вот 14 мы отходим из Мартиники, 21 мы возвращаемся на Мартинику, да, и потом 21 идет как бы второй заход, но уже по другим островам, то есть не те же острова, которые мы захватывали, а вот я вам сейчас бросила программу, это будут уже другие острова, тоже я упоминала, да, что более 50 островов по Карибам, и вот это будет захват таких островов. Можно брать и 8 дней для себя, можно брать и 15 дней, то есть по деньгам нужно брать, ну, примерно в два раза, вот у вас есть ценник, на 8 дней, да, то есть и вот примерно в два раза, чтобы вы считали, вот сколько будет 15 дней. Ирочка, но если, смотри, но если, да, сама стоимость круиза умножать примерно на 2, но если посчитать еще с учетом перелета, то тогда получается стоимость одного дня дешевле, потому что... Ну, конечно, да, потому что это у тебя два круиза получается, да, то есть у тебя получается два круиза по разным, разнообразным островам, то есть ты будешь вот 21-го, когда ты сходишь на Мартинику, то есть тебе этот остров все равно нужно посетить, то есть все равно тебе его нужно посетить, вот, у тебя будет два круиза по разным островам, без повтора, и все, то есть по деньгам твое будет получаться дешевле, конечно. Я лично за тот вариант, который на 15 дней, вот, то есть лететь, ну, специально так, чтобы за 15, но каждый... Я тоже. То есть вы главное напишите, вот сейчас в списке, когда вы будете, ну, в списке, вы напишите, какой вы выбираете для себя вариант, 8 дней или 15 дней, и также мы будем заказывать у... Да, то есть мне муж не подсказывает, недели мало, он знаток, конечно. Вот. Ну, чтобы так уж точно оторваться, все. Можно, смотрите, можно выкупить сначала один круиз, да, потом докупить второй или сразу выкупать два. Вот. Ну, смотрите, в общем. Так, что сейчас нужно от всех, кто едет, значит, в списке, имя, фамилия, кто с кем в каюте, это обязательно, по парам, так, и готовность сегодня-завтра выкупать круиз. Все, пишите. Я, имя, фамилия, да, то есть все. А, и паспорт, все, и фото паспорта. И все, то есть все, я, вот мой напарник по каюте, готовы оплачивать. Вот. Значит, по оплате оплачивается 100% вот сразу круиз. Эту оплату нужно сделать, ну, за два месяца до круиза. Учитывая, что у нас он стартует 14, нам это нужно сделать до 14 ноября. То есть у нас вот есть две, ну, две недели, чтобы всем оплатить круиз. Кто потом будет его докупать, место же потом может не быть. То есть всем-всем нужно вот прям сегодня-завтра, чтобы нам мы получили лучшие каюты. То есть в зависимости от категории каюты, вот, чтобы мы их получили. Вот. А так, также, например, чтобы за тобой точно забронировалась каюта и за тобой забронировалось место, ты можешь нести предоплату 30%, ну, там, и в течение еще нескольких дней, потом доплатить. Вот. Ну, то есть это если делать несколько шагов. Ну, у кого уже есть возможность оплачивать сразу, сразу все получили, расчетный счет, куда оплатить, получил сразу, ну, то есть все свои данные передал, фото паспорта, все, ты с круизом уже точно знаешь и потом уже точно покупаешь билет на самолет. Значит, по билетам на самолет я тоже, что узнаю у девушки, может быть, она нам сделает какой-то групповой трансфер Париж-Мартиник, например, кто, ну, кто через Париж, мы с вами потом свяжемся, сделаю, наверное, отдельную группу в Телеграм, по, именно по круизу, значит, там мы будем писать только по круизу, помним, да, и там будут именно те добавляться в ту группу, кто уже оплатил круиз. Вот. То есть ту группу сейчас не проситесь, будем добавлять туда уже к тех, конкретно, кто уже оплатил круиз и кто точно едет. И там уже будем решать все другие вопросы. Так, что здесь Олег спрашивает? Тот же лайнер, тот же лайнер, да, если ты берешь два круиза, тот же лайнер, то есть вот этот лайнер, а, теперь давайте пару слов о лайнере еще скажу. Что-что? Да, ну, маршрут разный, но лайнер один и тот же. Значит, вот этот лайнер, который есть у нас, видео мы уже посмотрели о нем, ну, мне он так понравился, он довольно новый, ну, учитывая, что еще были два года карантин, да, ковид, и они не курсировали, то вообще сохранился в хорошем очень состоянии, то есть он там с 17-го года выпуска, то есть он очень молодой, то есть ему там меньше пяти лет, и сколько там он успел намотать. Вот. Лайнер классный, он из новых, он уже с новым оснащением, ну, вообще вся эта компания MSC, она довольно-таки классная, за нормальные цены, за нормальные деньги, и, ну, мне нравится их вот этот вот сервис, ну, все как у них там, ну, они стараются, то есть они стараются, они реально работают на свою репутацию, и все у них так прикольно. По оснащению лайнера там тоже было все хорошо, даже когда мы были там на предыдущих каких-то лайнерах, они были и постарше этого намного, ну, и там было очень хорошо, а здесь на новом лайнере вообще все шикарно, то есть к нему каких-то там, вопросов и быть, ну, у меня даже не появилось каких-то вопросов, каюты хорошие, развлечения хорошие, бассейнов очень много, зоны тоже все там много разных зон, ну, и много ресторанов, где ты кушаешь, ну, да, то есть, и он большой, реально, как Вера говорила, что могли даже и не пересекаться, да, потому что он большой, и каждый находился, по крайней мере, тебя, Саша, я потеряла, это прям подтверждаю, на несколько дней, короче, потеряшки, вообще, да, но в то же время там очень легко друг друга находить, если нужно друг друга найти, например, чтобы утром договориться вместе сходить на берег, на остров, легко друг друга найти, вместе сходить, ну, сходить на остров, и на острове тоже тусоваться, на острове, ну, когда ты уже, ну, пришвартовался к острову, там уже будет мобильная связь, и в роуминге каждый может, ну, друг друга найти, на острове также там мобильная связь, в роуминге, мы все знаем, как общаться, это сейчас тоже очень доступно, и легко там тоже с каждым созвониться, то есть, ну, все, знаете, так, по поводу путешествий, ну, вот, слава богу, что, знаете, Меркурий все-таки дарит вот эти крылья, вот свободы и всего другого, что для меня путешествие, это уже образ жизни, я по-другому не могу, и там все просто, нет никаких сложностей, абсолютно никаких сложностей нет, и не переживайте вообще никогда, ни по какому поводу язык, кто-то спрашивал, какой язык обслуживающего персонала на лайнере, любой они понимают язык, они обслуживающий персонал на лайнере, четко знает свои функции и свои обязанности, и что-то от них там, чтобы вам что-то от них там нужно было, они все знают и без слов, что делать, как делать, как угодить, как чего, как туда, вы реально будете поражены, вот такого сервиса именно как в круизе, я еще нигде не видела, то есть настолько там они все слажены, они все знают, что они предугадывают твои мысли абсолютно полностью, а так, естественно, они все разговаривают на английском, вот, и при твоем малейшем английском, если ты захочешь с ними поговорить о жизни, то точно найдете общий язык еще, вот, что еще теперь, что еще, что еще, я не сказала, ну вот острова вы видите, дату видите, все только от вас, только лишь имя, фамилия, фото паспорта и готовность оплачивать, все, и погнали, вы уже, значит, тогда в списке в круиз, я вас добавлю в группу, и вы уже счастливый обладатель круиза, купили еще билет на самолет, и летим, уже все там другие подготовительную часть, еще целых два месяца до круиза, ну, именно сам круиз нужно уже взять сейчас, потому что быстро, ну, каюты заканчиваются, и билеты на самолет тоже нужно взять, взять по более выгодной цене сейчас еще. Вот, и целых два месяца будет на то, чтобы подготовиться, заработать себе наш шикарный отдых еще на островах там, ну, то есть это все остальное, мы уже точно знаем, да, где брать деньги, как зарабатывать в проекте, по поводу того же, самого же празднования, дресс-кода, который мы придумаем, и вообще удобного дресс-кода на островах, и дополнительного для нас досуга развлечений, которые мы захотим, тоже мы все это себе еще выберем. Вот. Я тоже очень жду уже этого праздника нашего, мероприятия, помимо того, что это будет шикарнейший отдых. Ну, нет, первое, все-таки, конечно, я жду с вами всеми встретиться. Ну, и следующее, конечно, намного приятнее, когда это происходит в шикарном месте, и этого круиза я тоже жду. Открою вам секрет, что когда мы с Сашей были в первом круизе по Карибам, это вот был как раз 19-й год до ковида, мы себе практически, ну, мы забронировали, мы его не выкупали, то есть учитывая, что мы уже вот члены этого клуба, да, вояжа с Клапом СССР, мы себе бронировали на следующий год уже круиз, ну, вот, по другим тоже островам, вот, поэтому я точно знаю, что вот эти острова мы посетим, и там еще останутся еще другие острова, и в следующий раз я хочу, ну, то есть у меня есть такая вот цель, посетить абсолютно каждый остров Кариб, который там есть, потому что он каждый уникален, ну, я не знаю, как так получилось, вот такое место на Земле реально получилось, с климатом, там, 365 дней в году солнечных, как так получилось, ну, вот это реально какой-то рай на Земле, и то, что там есть возможность, это же не всегда, да, то есть, ну, на мальтивах так нельзя, и то, что там есть возможность путешествовать именно большим вот этим круизным лайнером, ну, вот этим большим шикарным, это тоже просто добавляет сразу огромный плюсик этому месту, вот, так что все самое лучшее в мире для нас, естественно, потому что мы тоже самые лучшие люди на этой планете, и все самое лучшее, мы достойны всего самого лучшего, так что праздник будет шикарный, отдых у нас будет шикарный, кому ехать, ребята, нужно ехать всем, никогда не жалейте денег на путешествия, едьте всей семьей, не жалейте никогда денег, деньги всегда заработаются, всегда, ну, и помним прекрасно с вами, что деньги приходят ровно тогда, и ровно столько, сколько ты готов потратить, и сколько ты готов, сколько тебе нужно, так что все, чем больше тратишь, тем больше к тебе снова приходит, а это то, что у тебя останется в жизни, в памяти навсегда, и теперь еще следующий, как люди говорят, сложность, но помним, что никогда нет сложностей, которые нельзя преодолеть, это как добираться самолетами, поездами, автомобилями, ну, так мы живем на такой планете Земля, что она огромный, огромный, огромный шарик, ну, вот так, ну, вот так случилось, что огромный шарик, ну, и вот так получается, что ты вот сейчас здесь, да, а вот где-то там, да, там, через два дня пути, есть райское место на Земле, которое точно нужно посетить, и если ты его не посетишь, ты будешь жалеть до конца жизни, что ты там не побывал при таком случае, поэтому где бы ты ни находился, сколько бы тебе не нужно было бы сделать пересадок, лети, лети, когда ты окажешься там, то, ну, все, ты сразу забудешь и об усталости, которая тебя вдруг настигла при пути, и обо всем на свете ты забудешь, и ты забудешь, ой, тебе пришлось там вывалить тысячу евро за билеты, например, ты абсолютно обо всем забудешь, потому что эти впечатления, и эти воспоминания потом до конца жизни будут с тобой идти, и ты всем будешь рассказывать, показывать, и другие все будут такие, ах, ты посмотри, вот он там был, а я там не был, и это уже сразу, знаете, это абсолютно новый уровень уже в жизни получается, так что вот наш... Ирочка добавлю, это счастливые истории, которые продвигают нас по жизни, ни один человек еще не пожалел, что поехал с нами в путешествие по Европе, когда мы ездили там, тогда еще автобусами, ни один человек, который поехал с нами в путешествие в Монако, не пожалел, все счастливы, потому что это эмоции, это впечатления, это классные истории, это опыт, это понимание, как может быть по-другому, а не так, как дома там в пятиэтажке или где, то есть как вообще выглядит богатство, роскошь, как это все происходит. Никто, ни один человек не пожалел, когда мы поехали, пятизвездочный круиз, лайнер вот той же фирмы по Средиземному морю, ни один не пожалел, все вспоминают до сих пор, все довольны, все пересматривают фотографии, помнят там такие детали, о которых в других местах, может быть, и никогда бы не вспоминал, а там просто все супер. Ни один человек не пожалел, который полетел на празднование девятилетия в Дубае. Ну, здесь есть присутствующие, которые были в Дубае. Кстати, сейчас вот эта поездка, ну, как на меня, она дешевле, чем поездка в Дубае. Ну, вот я сейчас прикинула. Ну, кстати, да. Это дешевле. Она дольше, она круче, она кратящей, конечно. У нас было все, ну, было классно, но у нас не было почти круглосуточного такого лакшери-сервиса, как на лайнере. У нас не было захода на другие острова. А, мы были на одном месте, на одной локации. Да, там по-своему было круто, но нельзя так сравнивать. Но это другое, но это тоже очень классно. Никто еще не пожалел, кто присутствовал на наших праздниках, которые мы там устраивали массово, да, в Киеве, как, ну, как вот большие мероприятия. Поэтому, друзья, если вдруг у кого-то еще были какие-то маленькие сомнения, отбросьте их вообще в сторону. Просто вспомните о том, что, ну, а зачем мы тогда работаем, зачем мы тогда трудимся, зачем мы вот это все, ну, знаете, как затеяли. Ну, для чего? Для того, чтобы получить удовольствие, для того, чтобы испытать в жизни что-то другое, что-то новое, что-то, что вдохновит на следующие наши действия, там какие-то, ну, может быть, там, не знаю, еще новые цели, новые мечты появятся. То есть есть еще круизы в других концах мира, там, других точках. Есть еще много-много интересного и красивого. Но вот это, и еще тоже такой момент. Многие не путешествуют, потому что у них нет компаний. Ну, вот, например, есть человек, у которого, ну, уже вроде как, знаете, как все, финансы там есть, он уже созрел, но в одиночку как-то ехать, ну, так себе, знаете, идея. А вдруг что-то я там не знаю, пропущу. Ну, все равно какие-то поднимаются там какие-то, ну, тревоги, страхи, там, сомнения, ну, понимаете, такая неуверенность. А когда у нас едет там 5, 10, 20, 50, 100 человек, да, боже мой, это вообще, это же все легко и просто. Вспомните, как у нас круто получаются все эти поездки, как мы там поддерживаем друг друга, сколько юмора, сколько шуток, а какие прикольные фотки. А видосики, а какие-то мемчики, да, то есть сейчас тут Наташа, Наташа Сохань скажет, да, типа, а ты шо, ты шо? Ну, мало кто понимает, что значит эта фраза ты шо, ты шо? А кто был, кто эту фразу слышал, ну, на месте, да, то есть вы там, это, на сотни тысячки, или сколько там, километров пустыни, эта фраза звучала по-особенному. И сейчас, конечно, когда, ну, кто в курсе вспоминает эту фразу, все улыбаются, и все, ну, точно знают, как это круто, понимаете, как это было, и где это было, ну, и все остальное, и так далее. Да-да-да, Мерочка, я уже хочу со всеми встретиться. Давайте быстрее, все, давайте быстрее, давайте массовой, массово быстренько сейчас возьмем украину, чтобы точно обвалил спокойно. Ага, ты шо, ты шо, это была крутая Наташа, Наташа с вами. наша история. Ну, потому что это остается на память, вот это, ну, именно это, ну, как, между вот этой компанией, которая была, и все, и это уже ядро, и смотрите, а сколько у нас после Дубая, Ирочка, еще момент, а теперь посмотри, а теперь посчитай, сколько у нас после Дубая, именно те, кто были в Дубае, выросло топ-лидеров. Ну, ты посчитай, сколько выросло. Ты шо, ты шо, ты шо, ты смотри, сколько топ-лидеров выросло. Ну, это, ну, понимаете, это же тоже еще такой показатель, ну, роста, развития и так далее, ну, потому что расширяются горизонты, все, вот эти шоры, они слетают, потому что ты видишь, вау. Да, Дубай у нас были, конечно, как мы тогда это все организовали, быстро все собрались, все это, и я понимаю, думаю, офигеть, это реально самые крутые люди на планете, едем, едем, все быстренько, чин-чин, забронировали отель, билеты купили, мы так быстро это все организовали, и у нас был такой шикарный отдых, и просто с каждым разом все лучше и лучше, казалось бы, ну, куда еще, а этот отдых, я понимаю уже сейчас, что он будет еще круче. Ира, короче, следующее, это уже только космос, я не знаю. Нет, пока на планете Земля еще есть места, Верочка, еще есть. Окей, хорошо, еще хватит, еще хватит, да. Давайте сделаем это, фото, селфи на Карибах, давайте. Да, да, космос, может, ну, хочется еще где-то 50 лет нашему сообществу, да, все-таки, это как бы уже, да, золотая свадьба, так сказать. Ну, уже на 50-летие уже будут рейсовые ракеты, уже будем летать на орбиту, на космические орбитальные станции, отели с развлечениями, с разными штучками. Ну, все. А пока у нас Карибы. В этот год, в этот праздник у нас Карибы. И все. Я уже себе это все представила. Все, ребят, я там буду, вы там будете, кто там будет, напишите мне сейчас утрям, в Телеграм еще раз, давайте, подтверждение, да, точно по спискам. И погнали, чтобы я уже могла это все дальше проворачивать по девочкам. Девочки с вами связывались, оплата, бронирование, оплата, и все, 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 и все точно уже с каютой, с билетом. И уже готовитесь. Готовитесь, да. Есть цель, пишет Наташа, остальное приложится. Согласна. Ну, что, ребята? Ох, это мы так, мы общаемся даже дольше, чем на зарядке. Отлично, отлично. Вот какая тема, оказывается, интересная. Будем всегда говорить о путешествиях. Ну, в принципе, это, это и есть основа, да, о чем жалеют люди уже, которые, старики, да, что мало путешествовали, это в первую очередь. Больше всего они сожалеют о том, что мало путешествовали. Путешествовали. Вот. У меня, кстати, сейчас, после такого вот полтора месяца путешествия по Европе, очень много наблюдений и впечатлений еще. Я когда-то буду в будущем с вами еще делиться о них, по поводу старости, по поводу того же, тех же впечатлений жизни и путешествий, и, ну, реализации, и что ты делаешь, в какой период жизни ты это делаешь, в каком возрасте, в каком состоянии. Прям очень много открытий для меня было. Это отдельно мы с вами будем говорить, но это уже другая история. Да, Галина, привет. Привет всем. Вот ты сейчас сказала, я буду с вами делиться потом своими впечатлениями о старости. Давай-ка сейчас уже делись, и все знают мой уже интересный возраст, я о нем никогда в последнее время не хочу говорить, но, ребяточки мои хорошие, кто здесь есть намного моложе меня, начните сейчас любить себя, ездить, путешествовать. Вы поймете, какой это кайф. Я вот уже на протяжении, наверное, последних восьми лет каждый год куда-то езжу, и каждый год я этот жду очередную свою поездку, как что-то новое, что-то неизведанное, что-то открытое. Вы думаете, я сейчас... Почему еду на Карибы? Вот кто скажет, почему я еду? Наверное, у многих сейчас в голове промелькнуло такое, да, что у нее есть деньги, поэтому она едет. Не потому, ребят, потому что я хочу новых впечатлений, новых эмоций, встречи со всеми вами, встречи опять нашей тусовки, которую у нас, мы вспоминаем все время, наши Дубаи, а после этих поездок обязательно Карибских островов у нас будет целый фильм, который мы обязательно сделаем, и это будет незабываемое впечатление. Поэтому сейчас не думайте о деньгах. Вы должны были об этом позаботиться еще год назад, когда даже мы приехали с Дубаев, показали вам, как мы классно отдохнули. Если бы каждый для себя открыл красный кошелечек, положил туда каждый месяц какую-то определенную сумму, ну, даже 100 долларов, вот 12 месяцев по 100 долларов, и вы бы уже с нами были. Но если у вас сейчас нет этих денег, сейчас все варианты проработайте в голове. Я даже могла бы посоветовать, если вы смогли бы так сделать, как я это одно время сделала, когда у нас запускался гривневый поток. Я брала в монобанке кредит 100 тысяч, делала взнос, а он дается на 62 дня беспроцентно. Потом прошли 62 дня, если у меня не было этой, какой-то недостающей суммы, погасить кредит, я брала у знакомых на один день, погасила этот кредит и снова пошла к ним и взяла опять на 62 дня. И я за три месяца выкрутилась и отдала эти 100 тысяч без проблем вообще. Если у вас есть какие-то еще другие источники дохода, вот сейчас сядьте, просто листочек возьмите и пропишите. Если вы сейчас где-то перезаймете, займете эти деньги, или у вас есть какой-то другой вариант, вот к радости, если у вас день рождения, вам будут дарить подарки, скажите, не дарите мне подарки, подарите мне часть, колесо от машины, или от коляски мы дарим на свадьбе ребеночку какую-то детальку. Так вот и сейчас вы можете за два месяца легко какую-то уже сумму собрать, недостающую, вы возьмете там, где я вам подсказала, а приедете вы, вы приедете с другим настроением, абсолютно другие люди, вы оттуда приедете, и у вас очень легко получится погасить эту задолженность, еще и дальше будете развиваться и зарабатывать деньги на 11-летие, и дальше 12-ти и 50-ти, как сказала Ирина. И я вам говорю, вот именно эти поездки делают нас намного, намного дружнее, намного сплоченнее, и тогда вам понятнее будет, для чего создан этот наш, вернее, созданное наше сообщество, и для чего мы здесь все вместе с вами собрались. Мы же не только о деньгах, мы о нас, о которых Дмитрий Васильевич Васадин уже несколько лет нас соединяет, сплочает, да, вот таким словом скажу, и ведет нас в правильном направлении, в правильное будущее, куда мы с вами идем. С нами дойдут, как он сказал, немногие, да, но дойдет, кто будет очень сказочно богат и счастлив. Все, ребятки, едем, едем, даже не думайте, собирайте деньги по сусекам. У одного 100 долларов, у другого 100 долларов, у третьего 100 долларов, у вас будут деньги, вы увидите, вы их заработаете, вы их где-то все равно, они у вас с небес, но они свалятся на вас. Самое главное, чтобы вы хотели, а если захотите, деньги найдутся всегда, не свалятся вам к утру на небо на вашу, на голову на вашу. Все, спасибо, извините, таким голосом говорю, немножко болею, я выздоровлю, но я еду с вами. Точно, ты там не отмазывайся уже, болею, болею. Да, целых два месяца еще мы едем все, конечно. Кстати, Ирочка, кстати, по ковиду, что там будут тесты у нас? По ковиду, кстати, давай же, значит, у кого есть эти сертификаты вакцинации, вы их берете с собой, у кого нет их, просто делаем тест перед выездом, и все. То есть, ну вот, ПЦР или даже антиген, то есть теста достаточно. В этой круизной компании у них очень все упрощенные эти правила. Все. То есть, это тоже не забота. Если есть паспорт, берешь этот с собой паспорт вакцинации, если его нет, просто делаешь тест. Все. Перед вылетом, в любом аэропорту они делаются тоже без проблем эти тесты. На самолет он не нужен, он будет нужен именно на лайнер, там как бы перед вылетом сделал, да и все. Вот, так что все. У нас как бы для этого все есть. Для этого путешествия у нас все есть. Кому нужно сделать там эту островную французскую визу, тоже все есть. Тест легко сделать. Самолеты летают, слава богу, самолеты есть, придумали уже это. Деньги на самолет, на круиз, на лайнер есть, деньги на купальник есть. Все. Все есть. Все есть. Мы есть, да, компания есть, повод, о, повод есть, естественно. Так что у нас полный комплект. Вроде бы все вопросы на сегодня обговорили, что были, вроде бы я никакой вопрос не пропустила. все решено, все есть. Жду от вас еще раз в списке, кто с кем в каютах, какая каюта, естественно, фото паспорта и пишите, готов оплачивать. Там сегодня, завтра, когда там уточняете день. Все, вам сбрасывают счет, по нему оплачиваете, вы с круизом. И следующим этапом потом выкупаем билеты на самолет. Вот, сначала выкупаем круизы. Все, всех обнимаю. Темки, темки. Пока. На связи. Все, теперь давай перепишем на связи и доводим все до конца финального счастливого. Все, пока, пока. Спасибо. Спасибо.